Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как сделать так называемую ледяную икру с помощью жидкого азота, которой можно будет удивить даже самых привередливых гостей за праздничным столом. Думаю, что некоторые из вас уже знают о том, что жидкий азот можно использовать не только для развлечений и показов в химических шоу, но и в современной молекулярной кухне. К примеру, с помощью него можно сделать самое быстрое в мире мороженое, на приготовление которого уйдет не более минуты. Такое мороженое получается невероятно нежным из-за крайне маленького размера ледяных кристаллов внутри продукта, что обусловлено в свою очередь очень быстрым замораживанием смеси для мороженого. В США даже существует целая сеть кафе, в которых подают мороженое, приготовленное исключительно с помощью жидкого азота. И от клиентов нет отбоя. Однако, такое лакомство обходится в копеечку, так как по себестоимости получившийся продукт получается гораздо дороже обычного мороженого, из-за дороговизны жидкого азота. В 1988 году Курт Джонс, экспериментируя с жидким азотом, изобрел новый вид мороженого. По-английски он назвал его «диппендоц». Если вы пытаетесь перевести на русский, то это получится что-то вроде макающих точек. По-моему, звучит как какой-то бред. Обзовем их лучше «ледяной икрой». А если вы хотите держать себя в форме после таких лакомств, советую отличный образовательный ресурс – 100-дневный воркаут. С помощью него вы сможете узнать много нового о вашей физиологии, биомеханике тела, а также о том, как лучше перевести себя в спортивную форму всего лишь за 100 дней. Эта программа абсолютно бесплатна и нацелена на то, чтобы улучшить свои физические показатели, снизить вес и стать более сильным. Так что не теряйте время на сидение дома и начните заниматься. Ссылки в описании. А пока что вернемся к нашим ледяным шарикам. Давайте я уже покажу вам, как же эту икру сделать. Для приготовления такого необычного вида мороженого потребуются довольно простые ингредиенты. А именно 200 мл 10% сливок и 200 мл 35% сливок, а также сгущенка. Так как в преддверии праздника всю обычную сгущенку раскупили, мне досталось только шоколадная. Ну и она, я думаю, сойдет. Сначала я смешиваю два вида сливок. И чтобы сделать смесь сладкой, просто добавляю в нее около 100 грамм шоколадной сгущенки. После недолгого перемешивания все практически готово. У меня получилась так называемая смесь для мороженого. Осталось ее только заморозить и превратить в маленькие шарики. Для этого я наливаю смесь в делительную воронку, которая в свою очередь закреплена на штативе. Думаю, что вы уже догадались, что для заморозки понадобится жидкий азот. И термос для хранения еды идеально подходит в качестве емкости для азота в этом эксперименте. Теперь, чтобы сделать ту самую ледяную икру, я просто приоткрываю кран в делительной воронке. И начинаю по каплям добавлять смесь для мороженого в кипящий жидкий азот. Так как температура кипения жидкого азота минус 196 градусов, то капли смеси мгновенно покрываются коркой льда, отчего они могут сохранять свою сифероидальную форму, которая очень сильно напоминает икринки. Таким образом и получаются маленькие шарики из мороженого, которые после охлаждения до температуры жидкого азота оседают на дно емкости, так как азот менее плотный, чем вода. Контролируя скорость и количество капель смеси для мороженого, можно получить практически идеальный продукт. Если же смесь будет капать слишком быстро, то в жидком азоте капли не успеют замерзнуть и будут слепаться, что в свою очередь испортит качество продукта. Сегодня такое мороженое можно купить в США и некоторых странах Западной Европы, хотя цена на них довольно высокая. Спустя примерно полчаса емкость с азотом почти полностью наполнилась такими морожеными икринками. Теперь я думаю, что можно слить остатки азота обратно в термос и пересыпать икринки для хранения в другой контейнер. В домашних условиях в обычном морозильнике такая ледяная икра может храниться максимум в неделю, после чего икринки начинают слепаться из-за рекристаллизации льда в мороженое. Чтобы хранить такое мороженое дольше, нужны специальные морозильники, способные создать температуру в минус 40 градусов. Хотя если вы живете в крайне северных широтах, то думаю, что морозильник вам и не понадобится. Можно хранить такую икру и на улице. Таким способом можно сделать ледяную икру из разных видов мороженого и даже из обезжиренной смеси, получив таким образом сорбет. Однако после получения такую ледяную икру нужно еще подержать в морозильнике пару часов, чтобы она нагрелась. Сразу из азота ее есть нельзя, можно легко обморозить себе весь рот. Температура там ведь почти минус 200 градусов. На вкус получившееся лакомство имеет очень интересную текстуру, так как сперва во рту ощущается просто множество ледяных шариков, а уже спустя секунду они начинают быстро таять и раскрывать свой вкус. Обычное мороженое во рту тает слишком быстро, а такая ледяная икра получается гораздо интереснее. Однако это еще не все. Чтобы удивить своих гостей на Рождество, я решил сделать десерт из четырех видов мороженого. Но для этого мне не хватает еще одного компонента, а именно замороженной пены. Для ее приготовления мне понадобится вот такой кулинарный сифон. Он служит для получения взбитых сливок для кондитеров. В него я заливаю ту самую смесь для мороженого, которую я делал ранее, а затем добавляю самое важное – закись азота. Если кто-то играл в серию Need for Speed, тот вспомнит что-то знакомое. Для кулинарии жиженая закись азота продается вот в таких маленьких баллончиках под давлением примерно в 70 атмосфер. После попадания в сифон она тут же испаряется, а также частично растворяется в молочном жару, который присутствует в сливках. Перемешивание помогает закиси азота лучше раствориться в смеси для мороженого. Теперь, когда я открываю клапан, из прибора выходит вспененное мороженое, так как при изменении давления закись азота мгновенно увеличивается в объеме, тем самым придавая мороженому воздушную текстуру. Если вы покупали в магазине баллоны со взбитыми сливками, то вы имели дело с тем же процессом, что и происходит у меня с моим сифоном. Разница лишь в том, что в магазине баллоны одноразовые, и вновь их заправить сливками не получится. Такую вспененную массу можно есть и просто так, но еще более интересная она на вкус будет после заморозки в жидком азоте. Я, конечно, не мастер кулинарии, но у меня почему-то получались только вот такие кругляши из замороженной пены. Замораживание тут длится очень быстро, примерно 30 секунд, после чего такому продукту нужно еще дать нагреться до съедобной температуры. Если ее сразу съесть после замораживания в жидком азоте, то можно легко обморозиться, ведь температура там получается ниже 120 градусов по Цельсию. Для хранения такой вид десерта лучше подходит, чем ледяная икра, так как со временем она не слипается и не теряет свои текстуры. Теперь настало время для приготовления самого необычного десерта. Сначала в стакан я кладу небольшой кусочек обычного покупного шоколадного мороженого. Далее для мягкости я добавлю немного взбитых сливок. Теперь идет очередь кругляша из замороженной пены. В конце я посыпаю все шариками из ледяной икры и для украшения капаю каплю сгущенного молока. Думаю, что никто не ел столь необычное лакомство на Рождество. К сожалению, на Новый год я немного опоздал с этим видео, но праздник в принципе можно сделать и в любой другой день в году. Так что если вы захотите удивить даже самых привередливых гостей, советую вам приготовить вот такой десерт. Если вам понравилась серия про пищевую химию, не забудьте поддержать это видео лайком и подписаться на канал, чтобы в будущем узнать еще много нового и интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова